Пора школьных экзаменов Пора школьных экзаменов Порога и страх сами по себе болезни, а наслаиваясь на другой недух, они ужесточают его течение. Когда дети садятся за учебники, они забывают про отдых, про режим дня, про режим сна. На них наваливаются огромные эмоциональные переживания, и все это приводит к перенапряжению нервной системы. Репетиторы и учителя пытаются впихнуть в недостающую тонну информации в уставшую голову школьника. А сам ребенок худеет, бледнеет, трясется, как осиновый лист при одной только мысли об экзаменах. И между тем, ни один из участников этой гонки не отдает себе отчета в том, что экзамен – это не только проверка знаний, но еще очень серьезный стресс. По данным российских исследователей, в период экзаменов у студентов и школьников напряжение сопровождается гормональной и вегетативной бурей. Давайте немножко разберем, как стресс влияет на организм школьника. Выработка стрессовых гормонов, адреналина и норадреналина, включает механизм боевой готовности. Они стимулируют выработку энергии, учащают пульс, дыхание, повышают артериальное давление. В покое сердце перекачивает 5-6 литров в крови, а вот в стрессовой ситуации 15-20, то есть в 3-4 раза больше. Если за вами будет гнаться тигр или собака, то эта энергия выплеснется и потратится реакция сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной активности. Во время опасности мозг посылает сигналы в мышцы и к ним увеличивается приток крови, в результате чего мышцы готовы к активным действиям. Но ребенок во время подготовки сидит на месте, испытывая огромный страх и волнение, и кровь застаивается в волокнах. Постоянное мышечное напряжение может привести к спазмам, судорогам, болям в позвоночнике и во всем опорно-двигательном аппарате. Повышение артериального давления ведет к спазму сосудов головного мозга, вызывая головную боль, а также неприятные ощущения в глазах, напряжение, рези, сухость. Особенно если ребенок сидит не только над учебником, но еще и у крана компьютера. Уязвим во время нервного перенапряжения и желудочно-кишечный тракт. Спазм сосудов и капилляров в желудке препятствует выделению слизи, которая образует защитный барьер на его стенках. И желудочный сок, в котором есть соляная кислота, начинает раздражать и разъедать стенки желудка, при этом вызывая воспаление и даже язву. Спазм кишечника может приводить к нарушению его функции. А вещества, которые образуются при стрессе, могут убить полезную микрофлору. И это скажется на снижении иммунитета. Кроме этого, угнетается образование лейкоцитов белых кровяных клеток, которые также отвечают за иммунитет. Кортикостероидные гормоны оказывают прямое влияние на содержание соли, воды, глюкозы в организме. Гормон кортизол поддерживает суточный ритм обмена глюкозы. Днем более высокий, а ночью низкий. А вот при перегрузке нервной системы секреция кортизола возрастает пропорционально стрессу. Разрушая белки, жиры и углеводы, кортизол повышает содержание глюкозы в крови, что дает возможность запаса энергии. Кроме того, кортикостероидные при стрессе подавляют выработку териотропных гормонов щитовидной железы, которые регулируют очень много важных функций в организме, в том числе и обмен веществ. Ускорение обменных процессов в организме требует повышенное количество витаминов, особенно группы В, витамина С, А, ионов кальция, ионов магния. А так как в пище их очень мало, развивается дефицитное состояние, которое приводит к функциональным нарушениям. Если мы не сможем восполнить количество витаминов, поступающих в пищу, то могут образоваться и необратимые изменения. Первые симптомы дефицита витаминов и минералов – это раздражительность, нервозность, плаксивость, нарушение сна. О переменчивости настроения в это время у школьников и говорить не приходится. То депрессия, то раздражительность. И лучше им в это время под горячую руку не попадать. Как же пережить нам это сложное время? Мамы и папы часто нервничают не меньше ребенка и говорят с ними на тему экзаменов, дергают их, пытаются страшными перспективами напугать, чтобы ребенок сел и больше занимался. А это еще больше создает стресс ребенку. Ведь нам с вами очень важно сохранить физическое и психическое здоровье ребенка. И в этот момент необходимо, чтобы сын или дочка твердо знали, какую бы отметку они не получили на экзамене, любовь и вера в них у родителей всегда останутся прежними. Тогда и самый сложный экзамен они будут сдавать уверенно и спокойно. Не тревожьтесь, пожалуйста, родителей о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене. Не критикуйте его, когда он сдаст и, может быть, получит немножко ниже балл, чем вы бы хотели. Внушайте подростку мысль, что количество баллов не является совершенным измерением его возможностей. Не повышайте его тревожность накануне экзамена. Потому что, волнуясь, он может больше ошибиться, чем будучи спокойным. Подбадривайте их, хвалите детей за то, что они делают хорошо. Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем более вероятнее, что он ее получит. Дорогие родители, постарайтесь организовать удобное, светлое рабочее место для своего школьника. Чтобы ему было удобно, чтобы никто не мешал ему, и он мог спокойно заниматься. Наблюдайте за самочувствием ребенка. Никто, кроме вас, не сможет вовремя заметить и предотвратить ухудшение его состояния, связанное с переутомлением. Контролируйте обязательно режим подготовки ребенка. Не допускайте, чтобы он перегружался. Обязательно объясните, что он должен чередовать занятия с отдыхом. Головной мозг способен интенсивно работать в среднем 8-9 часов в день. И каждые 45-50 минут необходимо делать 10-15 минутный перерыв, во время которого надо подвигаться. Выполнить какую-то работу, домашнюю, несложную. Может, потанцевать. На небольшие прогулки необходимо выходить 1-2 раза в день. Можно просто походить, а можно покататься на велосипеде, на роликовых коньках, потому что организм должен обязательно проветриться. Очень важно помнить, что знания лучше усваиваются в первой половине дня. Поэтому все сложные занятия лучше делать именно в это время. А вот после 17-18 часов желательно закончить учебу и дать возможность ребенку отдохнуть, сменить обстановку, пойти погулять с друзьями, сходить на тренировку, а может и послушать какой-то интересный концерт или музыку. Сразу после сдачи экзамена также необходимо дать ребенку отдохнуть. В период подготовки напомните ему, что нужно сделать несколько упражнений. Особенно, когда ребенок волнуется, перед началом занятий попросите его правильно подышать. На первый раз-два-три набрать воздух через нос, выпячивая живот вперед. На четыре задержать дыхание. На пять-шесть-семь выдохнуть. И так сделать несколько раз. Когда ребенок уже долго сидел у компьютера и за книгой, напомните ему, чтобы он расслабил свои глаза, отдохнул. Руки можно сложить в замок, положить на область глаз и полминуты-минуту посидеть с притененными глазами. Средним пальцем нажимать на внутренний угол глаза, направление к носу. Это тоже сделать три-пять раз. Это позволит ребенку немножко расслабиться. Спать школьнику надо не менее восьми часов в день. Сон – очень важная часть жизни. Во время сна мозг не только переваривает информацию, полученную за день. Во время сна идут процессы очищения клеточных мембран нервных клеток. И если ребенок не доспит, то он ощущает разбитость при длительной бессоннице, нарушение суточного ритма, а как следствие и нарушение функции органов. Некоторые гормоны вырабатываются во сне. Почки начинают усиленно прочищаться в интервале 3-5 часов ночи. А надпочечники восстанавливаются с 22 до 2 часов ночи. Когда режим нарушается, страдают все системы и органы, поскольку они управляются мозгом, который не очистился до конца. И шлаки со временем накапливаются, возникает чувство постоянной усталости. Иногда снижается вес, а иногда и набирается. Это обычно бывает у тех, кто любит заедать стресс. И самое печальное, что восстанавливается все гораздо дольше, чем нарушается. Обратите, пожалуйста, родители внимание на питание ребёнка. Оно должно быть сбалансированным. Во время подготовки к экзаменам физиологические потребности организма угнетены. Ребёнок нервничает, переживает. Поэтому они порой отказываются от еды. Ваша задача – наладить нормальное питание в это время. Это создаст основу для полноценной подготовки. В рационе школьника должны обязательно быть белки. Это мясо, особенно рыба, молочные продукты, свежие фрукты и овощи, соки, зелень. Важно, чтобы питание было регулярным 4-5 раз в день. А блюда – лёгкими, свежими и вызывающими аппетит. А вот чипсы, сладости, газированные напитки нужно обязательно исключить. Вы спросите про кофе. Ведь он даёт тонус, чтобы ребёнку дольше сидеть, заниматься. А вот кофе разгоняет, конечно, нежелательный сон. Но он же повышает риск сердечных заболеваний и может вызвать мигрень. И тогда ребёнку помешает сильная головная боль сосредоточиться на подготовке. Помните, что стресс помогает уменьшить кусочек шоколада, бананы, орехи, клубника. А вот морковь, капуста и сухофрукты, а также цитрусовый и мёд, способствуют хорошему запоминанию. В период экзаменов некоторые мамы дают детям лекарства от нервов или для головы. Я вам скажу, что делать этого категорически нельзя, потому что успокоительные средства тормозят головной мозг, они мешают сконцентрироваться, и ребёнок с большим трудом будет заниматься. В той пище, которую я назвала, есть витамины и минералы, но их недостаточно. И поэтому нужны дополнительные вещества, которые будут укреплять нервную систему и стимулировать работу мозга. И я хочу остановиться на возможностях, которые даёт компания Вижн для успешной сдачи экзаменов и качественного сохранения здоровья как детей и родителей. Компания Вижн уже 20 лет на рынке здоровья предлагает натуральные, высококачественные, высокоэффективные, экологически чистые фитокомплексы, которые производятся с помощью современных технологий, имеют мировые стандарты качества. Испытанные в ведущих клиниках страны, миллионы людей получили результаты по здоровью. И для того, чтобы восполнить потерянные витамины группы В, С, А, для того, чтобы восстановить магний и кальций в организме, рекомендуется фитокомплекс ПАКС. ПАКС не вызывает торможения в коре головного мозга, сохраняет ясность мыслей, позволяет расслабить нервную систему. ПАКС – это спокойствие и мир в Вашей душе. Травяные составляющие этого продукта способствуют сохранению всех функций организма, благотворно влияют на пищеварение, защищают сердечно-сосудистую систему, способствуют повышению иммунитета и защите от инфекционных болезней. Сбалансированный комплекс витаминов группы В, кальций и магний в сочетании с седативными травами, лавандой, валерьяной, мелиссой, обеспечат спокойствие на весь день в период подготовки и сдачи экзаменов, а также защитят от последствий экзаменационного стресса. А вот брейнофлекс рекомендуется для улучшения функций мозговой деятельности, укрепления памяти, повышения концентрации внимания. Мозг обладает особой пластичностью, то есть он способен расширять и усиливать свои функции и помочь мозгу во время напряженной подготовки к экзаменам повысить концентрацию внимания, нормализовать мозговое кровообращение, улучшить процессы запоминания, увеличить умственную работоспособность, а также раздвинуть рамки хранения и обработки информации поможет именно брейнофлекс. Самый основной из его составляющих – глицин. Это аминокислота, которая выполняет все перечисленные функции. Принимать этот комплекс уже надо за месяц-два до наступления экзамена. А вот вместо кофе я рекомендую для повышения работоспособности и поддержания организма в хорошем состоянии – хром-витал. Он поможет быть энергичным и бодрым с утра и до вечера, повысит сопротивляемость организма к перегрузкам, повысит тонус и умственную работоспособность и при этом, не оказывая никаких побочных действий, на сердце даст положительный эффект. В состав хром-витала входит элеутерококс, элеутерококс, спирулина, гуарана, витамины С, хром, селен. Элеутерококс подобен женьшению по своим свойствам и поддерживает способность организма противостоять неблагоприятному воздействию окружающей среды. Аспирулина является источником белка с полным набором админокислот, включая восемь незаменимых, которые так нужны в тот период, когда идет большая нагрузка на деятельность мозга. Антиокс, в составе которого экстракт винограда, витамин С, цинксилен, нейтрализуют действия свободных радикалов, агинго-белоба, витамин Е и бета-каротин благотворно действуют на органы зрения, улучшают мозговое кровообращение и мыслительную деятельность, улучшают концентрацию внимания. Юниор признан ЮНЕСКО лучшим детским витаминным комплексом. В его состав входят бета-каротин, витамины С, Е, Д3, витамины группы В, витамин ПП, кальций, магний, железо, медь, цинк, марганец и много других микро-макроэлементов. Вкусные шоколадные конфетки обеспечивают всеми необходимыми витаминами и микроэлементами организм подростка, регулируют обмен веществ и заряжают энергией, способствуют правильному физическому и умственному развитию, укрепляют нервную систему, повышают внимательность, восстанавливают иммунитет. Витамины группы В способствуют правильному гармоничному развитию и заботятся о нервной системе, о крепком сне и поддерживают интеллект. В витаминном комплексе Би-Вайс дополнительно есть йод, который способствует улучшению памяти и ускорению мыслительных процессов. Он регулирует обмен веществ, работу мозга и работу щитовидной железы. А вот чтобы было достаточно белка, для того, чтобы была энергия, было позитивное настроение, рекомендуется коктейли смартфуд с шоколадным и ванильным вкусом. Они являются источником важнейших витаминов и минералов. Содержат высококачественный растительный белок, что делает их полноценными продуктами питания. Они нормализуют обмен веществ, поддерживают энергетический тонус, очень полезны для поддержания здоровья сердца и снятия стресса, повышают работоспособность и настроение на весь день. Уникальная биологически активная добавка от Вижн в виде напитка биодринки. Это восхитительный бионапиток с насыщенным вкусом, незаменимый компонент ежедневного рациона. Экстракты растений, богаты активными веществами, обладают мощным оздоровительным эффектом. Утром очищающий бионапиток улучшает работу печени и всего желудочно-кишечного тракта, восстанавливает обмен веществ. Тонизирующий напиток принимается днём, когда нужно больше энергии. Он бодрит, повышает тонус, улучшает работоспособность головного мозга, способствует концентрации внимания и росту производительности. Этот бионапиток укрепляет сердечно-сосудистую систему, насыщение крови кислородом. В отличие от распространённых энергетических напитков, он не вызывает зависимости и безопасен. А вечером, перед сном, я рекомендую принять успокаивающий бионапиток. Он отлично помогает при наличии чувства беспокойства и тревоги, возвращая ощущение гармонии, успокаивает перед сном. Этот чудо-напиток обладает антистрессовым эффектом и оказывает общее оздоровительное действие на центральную нервную систему. Из своего собственного опыта могу поделиться тем, как сдавала моя дочь экзамены. Перед выходом из дому она выпила капсулу ПАКСа, а когда пришла домой, рассказывала, что вспомнила даже то, чего она забыла. А точнее сказать, то, что она когда-то слышала на уроке, оно пришло в тот момент, когда ей нужно было об этом вспомнить. И поэтому я рекомендую вам использовать эти замечательные биодобавки, которые позволят вашим детям легко сдать экзамены. будьте здоровы, поддержите и помогите своим детям легко справиться с экзаменационным процессом и остаться при этом совершенно здоровыми. спасибо. Продолжение следует...